Кто наполнит себя красотой, гармонией, созиданием, если не мы сами? Дача – прекрасное место получить удовольствие и почувствовать себя творцом. А дачный агроном всегда готов в этом вас поддержать. Смотрите, чем сегодня будем заниматься на участке мы, напитывайтесь полезными знаниями и заряжайтесь позитивом. Те, кто давно на нас подписан, рано или поздно начинают обращать внимание, сколько на участке разных насекомых. А ведь на самом деле среди них, этих насекомых, не только какие-то вредные, которые грызут наши растения, но и полно полезных, которые могут являться даже хищниками и бороться с вредными насекомыми. А ведь какая интересная идея, заложенная природой. Да, вот эти хищники, например, клещи, которые едят растительноядных клещей, или божьи коровки, которые едят тлю. И они живут, получают удовольствие, и всем остальным тоже хорошо. Как вам? С энтомофагами на самом деле все достаточно просто. Дайте им жить свободно на своем участке. Посадите много цветов. Вместо яда химикатов используйте биопрепараты. Не добивайтесь стерильности для вашего участка. Настройте вокруг себя такой гармоничный мир, когда все живут и выполняют свою работу, а вам не нужно тратить время и силы на борьбу с болезнями и вредителями. Битва за урожай ведрами и тоннами – это все-таки задача сельхозпроизводителей. А у нас с вами дача для радости и удовольствия. Именно об этом мы рассказываем на канале «Дачный агроном». Так что смотрите наши видео и подпишитесь на канал, кто еще не подписан прямо сейчас. Давайте напишите в комментариях, каких новых интересных насекомых вы заметите у себя в саду и огороде после этого видео. А я пока наведу порядок в теплице. На прошлой неделе мы записывали видео, где я говорила, что этим перцем и томатам совершенно ничего не нужно. Но прошло буквально 7 дней, томаты сильно подросли и выпустили пасынки буквально из каждой пазухи листа. Пока эти пасынки маленькие, их срочно нужно пройти и убрать. Мы не планируем томаты вести в несколько стеблей, они сидят и так достаточно густо, поэтому все пасынки будем удалять. Для этих томатов нужна опора, потому что некоторые уже подросли прилично и начинают наклоняться. Если такие наклоны еще и в открытом грунте с ветром происходят, то, во-первых, рассада может вывернуться немножко из земли. Во-вторых, листья, которые лежат на земле, они в первую очередь поражаются грибковыми заболеваниями, такими как фитофтора, ложная мучнистая роса, мучнистая роса и так далее. И нам, конечно, эти приключения не нужны, поэтому мы здесь поставим опору, либо подвяжем на канатик к конструкции теплицы. Ну, а по перцам комментарий такой, что ребята растут потихоньку, не так быстро, как томаты или огурцы, и с ними пока никаких забот по формировке, по подвязыванию нет. А вот наши цветочки, которые мы держим в теплице специально, чтобы они побыстрее разрослись, потому что на улице ночами еще холодно. И здесь выросли сопутствующие растения. Поначалу очень красиво смотрится, да, кашпо, тут все зелененькое, все в едином стиле. Но на самом деле все эти горшочки тоже лучше пропалывать, потому что вот эти сорняки, скажем прямо, они заглушают ту же петунию и конкурируют с ней, вытягивают. Мы сюда в почвенную смесь компост добавляли для питания, чтобы было чего петунии покушать. Ну, в общем, они эту пищу вытягивают точно так же и конкурируют за еду с нашими растениями. По возможности, если есть, например, кора деревьев или красивый деградивный камешек, тоже можно замульчировать. Горшки будут симпатично выглядеть. Огурцы знатно подросли за неделю. Хорошо, что на прошлых выходных я успела натянуть им бечевку. Вот, буквально три листа появились за эти семь дней. И огурец сразу, конечно же, старается как-то лечь. Но я ему не дам возможность это сделать. В последнее время часто задают вопрос, нужно ли обрывать усы огурцам. Ну, смотрите, у нас здесь формировка на шпагат. Нет какой-то сетки, чтобы принципиально было важно, чтобы огурец сам цеплялся за что-то. Поэтому у нас эти усы просто торчат, и он цепляется за что ни попадя. То за соседние цветы, то за укроп, то за лейку ухватил. И скоро будем рассказывать, как наши огурцы сами выносят урожай ведрами. Потому что очень сильно обвивает прям ручки дачного инвентаря. В нашем случае грамотнее усы все-таки убрать. И вот здесь огурчики, несмотря на то, что были посажены с правильным расстоянием, как-то вместе сошлись. Нужно будет вот эту веревку на другую перекладину вверху перевязать, чтобы их немножко рассредоточить. И тогда они тоже не будут друг с другом конкурировать и цепляться усиками. Пока огурцы были маленькие, мы все первые 50 сантиметров вот здесь завязи убирали. И теперь огурец подрос. Вполне можно давать ему плодоносить. И смотрите, уже здесь огурчик шикарный, зеленый. Вроде бы засыхать не собирается. Дело в том, что если для огурца слишком рано еще давать урожай, то он сам завязи сбрасывает, а многие думают, боже, почему же завязь осыпается. Ну, такая биология растений. Здесь рядом с плодами еще я вижу боковые идут веточки. Нам они, конечно, не нужны, потому что огурцы сидят и так достаточно близко. Поэтому я бы эту веточку вот так аккуратненько отщипнула бы. И дальше по растению тоже я вижу, что идет вот снова новый огурчик возле листика нового. И новая боковая веточка. Но это будет очень густо, если мы так оставим. Поэтому я это уберу. Усики тоже сейчас, в общем-то, не нужны. Ой, здесь он, кстати, полностью сам на усах держится. Давайте мы не будем так оставлять, а перезакрутим. Потому что, когда вес урожая будет набираться, то эти все усики тоже там могут не выдержать. Так, мы закрутим правильно наш шпагат. Вот так. Вот, чтобы именно стебель обкрутить. Так, вот это верхушка для нас цена. И здесь сразу же уберем боковую эту и лишний кусик. Бывают такие типы формировок, когда боковые побеги у огурцов удалять нельзя. На них в основном вяжется как раз урожай. Но в нашем случае огурцы сидят близко друг к другу. И сами огурцы самоплодные. Вяжут урожай на центральном стебле. Поэтому мы боковые побеги убираем. Частые случаи, когда огурчик полностью сбрасывает завязи. Маленькие, казалось бы, плодики вот-вот начнут расти. Но они желтеют, коричневеют и просто падают на землю. И люди ищут, чем же подкормить. Может, каким-то стимулятором завязи или чего-нибудь еще такое волшебное. Но на самом деле часто такое случается именно с самоплодными огурцами. С маленькими по возрасту. Когда у огурчика еще только 3-4 листа, он не может вытягивать урожай. Поэтому самые первые огурчики часто сбрасывает. И от такого процесса никаких лекарств, ядохимикатов или суперсредств нет. Переживать по этому поводу не нужно. Потерпите несколько дней. И огурец подрастет, наберет силы и начнет плодоносить. С теплицей разобрались. У нас еще на улице в парнике сидят там помидоры. И пойдемте посмотрим, что у нас в огороде. Наши томаты в грядках не такие супер бодрые, как в теплице. Потому что все-таки в теплице климат для субтропических помидоров гораздо лучше. Но в целом листья зеленые, насыщенные. По этим помидорчикам зачет. А вот одно растение, такое чуть-чуть более медленное в сравнении с остальными. И на нем есть такие первые листочки желтеющие. Очень важно, что верхушка у него по-прежнему насыщенно зеленая. Это значит, что если мы сейчас поможем этому помидору, то дальше он раскроет свой потенциал. Все будет хорошо. Что мы сделаем? Мы обязательно больные листики уберем. Для того, чтобы они не были рассадником заболеваний. И для верхушки, и для остальных своих соседей растений. И сделаем противогрибковую обработку. Подойдут триходермин, фитодоктор, фитоспорин и любые их аналоги. Желательно с растения за один раз снимать не более трех листиков. Потому что все-таки листики занимаются фотосинтезом. И если куст полностью лишается листвы, то ему очень сложно. Но вот мы в нашем случае три листа как раз и сняли. На этой грядке у нас сидят детерминантные томаты. Это значит ограниченного роста. И им можно делать формировку в несколько стеблей. То есть не обязательно убирать все пасынки до единого. Более того, некоторые сорта еще и вершкуются. Вершкование это когда верхушка сама переходит в листик и все. То есть дальше томат вверх не растет, а только за счет пасынков может навязывать новые кисти и новые листья наращивать. Для таких сортов, которые, например, на пакетике может быть написано угроза вершкования. Либо какая-то такая заметка. Для них очень важно не убирать все пасынки. Иметь какие-то запасные. Чтобы благодаря их наличию куст дальше мог развиваться. Несмотря на то, что томаты у нас здесь низкорослые, мы все равно не будем им давать полную свободу разваливаться и наращивать листву. Мы оставим 5-6 основных пасынков, чтобы на них уже завязывались новые кисти. Но остальные пасынки будем все равно убирать, потому что если их на кустике 20, то это только много зелени и мало урожая. На прошлой неделе женщина у меня спросила. Ой, у меня листики покрутились, покучерявились. Я походила, подумала, поволновалась. Пришла через неделю и снова уже весь куст закрутился и покучерявился. Так что эти листики теперь оборвать? Но на самом деле в такой ситуации очень важно было как раз самый первый листик оборвать, который нетипичный, кажется, что заболел. А уже когда весь куст закучерявится или пожелтеет, ну тогда уже поздно так реагировать. Если мы первые листья снимаем с куста, то они не являются рассадником здесь локально. И в целом можно даже болезнь так и остановить. Ну, по крайней мере, притормозить. А если уже весь куст покрутил, ну, конечно, без фотосинтеза, если все полностью вы оборвете и оставите только стволики, но в таком случае растение точно уже загнется. Крайне важно обнаруженные заболевшие листики убирать с растений и не бросать тут же на грядку или не тереть этим листиком другие растения, чтобы с собственными усилиями не размножать патогены на грядках. Недавно записала для вас видео, как подвязала пионы вот такими металлическими скобами, потому что были дожди и куст достаточно высокорослый, просто разваливался. И видео мы записывали вот так горизонтально, а так как вставляли его в вертикальный формат, то YouTube сам обрезал там с уголков по сантиметру. И, соответственно, сама скоба, которую я показывала рукой, в кадр не попала. И что вы думаете? Под этим маленьким роликом 50 комментариев. Что это такое? Ведущая в кадре что-то показала, ничего не показала, рассказала. И только два сообщения было. Юлечка Петровна, так интересно посмотреть, какая скоба. Переснимите, пожалуйста, еще раз. Очень хочется увидеть. Информация одна и та же, но насколько по-разному подана. Это хорошо, что я уже давно снимаю о саде и огороде. Я настоящий эксперт, дипломированный агроном в разных регионах. Снимали ролики для разных телеканалов. А если новичок год или два, как купил дачу, и что-то старается, и тут же ему, да не то делаешь, не так, что ты выдумал. На самом деле, вот эта поддерживающая обстановка очень ценна. И, дорогие друзья, чувствую невероятную личную ответственность за наши чаты в телеграм-каналах, за наш чат выпускников. Давайте вместе дарить друг другу позитив и взаимопонимание. Без агрессии держимся вместе. Давайте у себя на даче не только выращивать огурцы, помидоры и клубнику, а еще и наполнять жизнь гармонией, красотой и радостью. Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме, где мы делимся опытом и советами по уходу за садом и огородом. Подписывайтесь на канал «Дачный агроном» и приходите к нам на курсы по ссылкам в описании. Вместе мы сможем создать настоящий рай на Земле!